Доброе утро! И вы сможете напрямую игрокам КХЛ задавать свои вопросы, наиболее интересующие. Таким форматом мы как бы минимизируем воздействие пресс-служб, журналистов, чтобы люди напрямую хоккеистам задавали свои вопросы. И у нас первооткрывателем этой рубрики является чемпион мира, виза-чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина, игрок сборной России, соответственно, и хоккейного клуба СКА, защитник Антон Белов. Антон, приветствую! Всем привет! Я вкратце озвучу тот момент, что у нас всего лишь за сутки вопросов к Антону пришло более 2000 комментариев, которые в основном содержат как раз вопросы, ну либо какие-то там позитивные пожелания, ну либо негативные. Негативные мы сразу отсеяли по понятным причинам, а большую часть вопросов мы структурировали по каким-то тематикам, потому что они, как правило, пересекаются. Ну и, благодаря такой фильтрации, все-таки отобрали из этих 2000 вопросов какое-то количество, на которое постараемся сегодня ответить вместе с Антоном. Также мы отметим, что вот в рамках этой трансляции вы прямо сейчас можете задавать в комментариях какие-то новые свои вопросы, наши модераторы следят за этим процессом и будут озвучивать эти вопросы, которые будут поступать прямо сейчас. Так что не стесняйтесь, можете просто высказывать с вами, не знаю, Антон, красавчик, отлично, выглядишь классная кепка. В общем, все, что вы будете ощущать, свои эмоции в рамках этого онлайна, задавайте. Ну, перейдем, наверное, уже по вопросам. Давайте, чуть-чуть волнительно, потому что первый открыватель. Дебют. Ну, для начала, может быть, сразу же как раз расскажешь, Антон у нас приехал на онлайн прямо с тренировки. Как прошло занятие, как предподготовка к ближайшему матчу? Вчера выходной был, и такая сегодня напряженная работа была. Велосипед дали, да, лед час, еще все вместе в зал пошли. Вот у меня такой чуть-чуть... Подвыжатый лимон? Уставший, да. У нас вот Александр Ерофеев спрашивает, и подобных Александру вопросов было достаточно много. С кем из партнеров по команде тебе комфортнее всего играть? И сразу же продолжение этого вопроса, почему номер 77? Ну, да, я с номера начну, потому что давняя история, и какой-то подоплеки не было. В ЦСКА, когда пришел номер мой ползанят, с которым я играл в детской команде, и просто выбрал 7-7, красиво, и, в принципе, нравится эта цифра. А потом отрадалось, что мне родители сказали, что они в этом надо познакомиться. Символично получилось? Да, и надеюсь, все-таки эти цифры мне приносят удачу. По поводу второй части вопроса, с кем из партнеров на команде комфортнее всего играть? У нас такой подбор игроков, что с кем не поставят, так мега-звезда какая-то. Поэтому, наверное, все-таки не фамилии решают, а взаимопонимание на льду. С кем не поставят, с кем будем играть. В общем, как это сейчас бывает, со всеми комфортно? Со всеми комфортно, да, и со всеми надо искать все-таки какие-то связи. Сейчас у нас всевозможные рейтинги составляются, рейтинги популярности хоккеистов. И вот, по мнению многих, в частности, Роман Ивановский задает вопрос, что как, по вашему мнению, Александр Радулов действительно является лучшим хоккеистом лиги? Один, наверное, из топ игроков. Очень сложно против него играть. И это лицо нашей лиги, вместе с Игорем Ковчаком, еще и некоторыми ребятами. Соглашусь. Лицо и зубы нашей лиги, вы так скажете? Определенно. Рафик Насыров спрашивает, игры против какой команды в КХЛ лично для вас наиболее принципиальные? Ну, если есть различия, может быть, есть принципиальная игра для Sky, а есть принципиальная только для тебя. Наверное, для Sky это уже сложилось исторически, что это, наверное, Динамо, которые много проблем создавали в КХЛ до прошлого года. Наконец-то в том году удалось это пройти, и все удачно сложилось. А для меня лично, в принципе, наверное, все бывшие команды, в которые я играл, принципиально играть против них, и чуть-чуть сложно, потому что мы их ребят, знаешь, так, наверное, искал, что какие-то прям мега принципиальные соперники были. Наверное, вот, отмечу команды из прошлого. Мы некоторые вопросы на такую актуальную кофейную тематику будем перемещать по вопросам и лирического характера. Людей интересует много, и в частности, вот, Ольга Шигулина спрашивает, расскажите, Антон, пьете ли вы кофе? Ведь это же, по идее, нагрузка на сердце. Только в отпуске, наверное, получается, кофе бить, и то я такой кофе-ван относительный, с молоком какие-нибудь кофейные коктейли. А так в сезоне не пью, потому что очень сложно засыпать. А, то есть хватает эмоции после игр? И после игр, да, сложно спать. А если еще с кофе, то, в принципе, можно забыть про сон. Понятно. Максим Гореев интересуется. Антон, не так давно Александр Горьевич Рожков получил звание заслуженного тренера России за то, что три года вас тренировал. Что вы почерпнули из тренировок с ним, и удалось ли его непосредственно поздравить? Хороший вопрос, и прям так в тему попали, потому что сейчас будем сферять, и я узнал эту новость, но, по-моему, 2 октября дали им звание заслуженного тренера. Мы на созвонились, поболтали, и я поздравил, и он поблагодарил меня. Рад был слышать там, что все-таки редко получается поговорить. Александр Горьевич тренировал меня последние три года перед выпуском в Мече, в Тартере. Что он мне дал? То, что сейчас в СКА? Не только в СКА, у меня одесских тренеров несколько человек было, и в прошлом году после чемпионата мира один из них тоже сразу же получил заслуженную тренера России. Я, в принципе, рад, что могу хоть чем-то своими результатами отблагодарить их как-то, и для них все-таки это, что их так отметили, я думаю, это тоже почетно. У нас в режиме лайф задают пользователю вопросы, и отдельно даже просьбы, просьбы говорить погромче, не всем слышно, чем Саша Шикарный. Я, чтобы ждал фон, чтобы можно поближе сядь, наверное. Ну, как вариант. Да, нас видно вроде бы. Сергей Гугала, или Гугала, я заранее извиняюсь, неправильно произношу фамилию, увидел, вот, видимо, наш лайф, и сразу же интересуется, где купил такую крутую футболку. Вот символика СКА все-таки, и вообще атрибутика очень здорово развита в нашем клубе, и, в принципе, все, что вы видите на игроках, вы можете приобрести в фирменных наших магазинах СКА. Минутка такого активного промо у нас прошла в онлайне. Руководство выберет меня, я думаю. Дополнительными премиальными. Ну, а вернемся к хоккейными вопросами. Достаточно много пришло на предмет того, кого ты считаешь на данный момент лучшим защитником хоккея. Этот вопрос не уточнен, но, в принципе, были вопросы и в мировом хоккее, либо в нашем хоккее. Ну, в нашем хоккее, если ответишь, что это Антон Белов, то это многие поймут. А вот если в целом, в общем... Я не настолько счастливый и отвечать так не буду. Стараюсь все-таки следить за игрой ведущих защитников НХЛ и нашей лиги. Это такой относительный вопрос, кто лучше прямо сейчас, как это заговорить. Это все-таки вопрос о физических, психологических кондициях. Я не назову сейчас прям конкретную фамилию. То есть сложно по какому-то критерию определить, да? Достаточно сложно, и я буду стремиться, чтобы в будущем кому-нибудь этот вопрос задали, он назвал фамилию Белов. Красиво. У нас есть один из регулярных людей, который комментирует то, что происходит в официальной группе ККЛ в социальной сети ВКонтакте. Тот человек позовет Дарья Буторина. Она задает такой вопрос. Антон, очень многие хоккейные эксперты утверждают, что в России большие проблемы с воспитанием и, условно говоря, сращиванием хороших игроков линии обороны. Согласны ли вы с этим мнением? И опять-таки, возвращаясь к определению лучшего, кто в России лучше? Ну, наверное, об этом уже ответил, но считаю, что есть проблемы. Да, размывчатое такое мнение и хоккейных специалистов, кто ими является конкретно. Тоже у нас очень много людей, которые могут высказать свое мнение. У нас все-таки демократическая страна. И, ну, в принципе, как сборная играет, забивает много. Если пропускают, значит, защитники виноваты. Если бывает, не пропускают, тут же у нас проблемы с нападающими, защитники у нас в порядке. Но, тоже, как я говорю, очень относительный вопрос. Мы стремились быть лучше. Вернемся к клирике. Опять-таки, достаточно много, как правило, всегда известных людей интересуются, как они проводят досуг. Вот, Нейль Сибгатуллин, в частности, спрашивает. Какие книги читаете? Какие фильмы смотрите? И вообще, как обычно проводите свободное время, если оно, конечно, есть? Стараюсь, самое основное. Потому что вообще времени не хватает. 24 часов в сутках. Книги я недавно давал уже ответ, что только, наверное, в самолете получается почитать. Потому что дома стараюсь больше времени с ребенком проводить. И с семьей. Что там еще у нас? Ну, вот у нас есть проложение темы литературы. Алексей Бутаков интересуется. Булгаков, это, видимо, поговорка про Фреду. Как вы относитесь к русской классике? В частности, к произведению Булгакова «Мастер Маргарита»? Вот, собственно, почему я вас понял. Ходят слухи, что прям очень ты любишь русскую классику. Отверди этот слух. Это слухи. Определенно слухи. Именно такой созданный, какой-то вокруг меня чуть-чуть неправильный мир, что я такой прям книгоман. И стараюсь, конечно, развиваться личностно. И по русской классике чувствую, что нужно нагонять то, что было выпущено в школьные годы. Все-таки был выпущен. Определенно, потому что был хоккей больше, нежели учеба. Хотя родители спрашивали, и серьезно спрашивали за учебу. Все-таки как-то мама больше за учебу, папа больше за хоккей. Классическое разделение, наверное. Камиль Хакимов интересуется, если бы была у вас возможность собрать звездную пятерку игроков, то как бы она выглядела? Сложно, очень сложно. Из кого собирать? Вообще любых игроков. Звезды всех лет, может быть? Харламов, Фетисов, Касатонов, Ларионов. Все наши прославленные звезды, ветераны. История нашего хоккея. Те, кто писали такие победы большие в прошлом. Нам есть чем гордиться. Ну, как раз-таки к вопросу, наверное, истории, может быть, но это уже такая личная история. Их было много подобных вопросов. В частности, вот Марина Иванова интересуется. Какой бы вы смогли отметить, как самый запоминающийся матч именно в вашей карьере? Про матч, наверное, не скажу. Но сразу в голову приходит прошлогодняя серия в плейбовце СК. Мы смогли собраться с 0-3. Абсолютно никто не верил в нас, я уверен. И мы выиграли, и какие бы разговоры ни ходили. И я считаю, что победа была абсолютно заслужена. Вот эта серия мне сразу в голову приходила. По поводу конкретного матча. Много матчей, где где-то здорово сыграл, где-то наоборот плохо сыграл. И опять же, будешь долго его вспоминать, потому что я ошибки свои перевариваю достаточно сложно и долго. Переживаешь, в смысле? Ну, конечно. К вопросу личной памяти, тоже был миллион, наверное, вопросов, несмотря на то, что 2000 только. Но, в смысле, очень-очень большое количество. Помнишь ли ты свою первую заброшенную шайбу в профессиональной карьере? Совсем первую помню в профессиональной карьере. Тоже помню. В ЦСКА было, да. Когда Вислав Николаевич Быков пришел на тренерский мостик. И это был мой первый полный сезон в возрастной команде. Это был матч домашний с Новопельницком. Первая шайба вообще, это я играл за дворовую секцию в Челябинске по первенству города. Команда называлась «Космос», и мы играли на улице в авиационном училище. И вот, там, я залил это глоб. Круто. Какой это год был? Не скажу. Если я 90-я... Нет, вообще не скажу. Не помню. В общем, 300 лет назад. Обратимся к вопросам, которые прямо сейчас поступают в режиме лайф. Серж Гореликов, уникальное имя и фамилия. Интересуется, борода это стиль или а-ля уже настрой, как на ПЛО в каждой игре? И то, и другое, и в первую очередь, наверное, нехватка времени, потому что не хочется пилиться, и не хочется стричься, потому что дают выходной и потратить свое время на то, чтобы сходить постричься, когда-то еще что-то. Хочется больше семьей побыть, переделать кучу дел, которые накопились, поэтому в последнее время предпочитаю отращивать городу. Тем более, все говорят, что в ней идет. Ну, мы посмотрим, может, в комментариях люди поддержат, особенно женская половина боевщиц. Ну, хотя, кстати, по этому поводу отмечу, что вот именно женская половина говорит, что идет, а все мужики говорят, фу, сбреет. Ну, в общем, тогда получается, это дамский угодник все-таки. Ну, жене нравится. Ну, и самое главное. Еще вернемся к лирике. Тоже было несколько вопросов, не знаю, видимо, не только считаю, что ты любишь литературу, но еще музыку. Потому что, вот, например, Екатерина Потютеева интересуется. Антон, не один раз в раздевалке была замечена песня «Королева снежная». Кто у вас диджей, какие песни еще популярны в раздевалке? И в эту же тему Ася Калинина уточняет, какую музыку вы вообще предпочитаете. И есть ли такая, какая-нибудь счастливая музыка, которая настраивалась перед игрой всегда у душа? Сразу про раздевалку. Это Антон Бурдасов определенно наш заводил по музыке и по всем композициям, которые звучат. «Королева снежная» наверное всем запомнилась, потому что был инсайт из раздевалки после победы в Казани, где писали всей командой эту песню. Антон больше рэпа, по-моему, предпочитает, насколько я помню. Я не особо поклонник, может быть, есть несколько песен каких-то, но я лично предпочитаю что-то, может быть, из попса, старая какая-то классика. Старая попса или на «Аллегро» была? Гонщица? Ну, больше, наверное, зарубежная. Тоже неплохо. Хотя «Аллегро» и «Фан» тоже иногда неплохо заходят. Ну, а вот музыки, перед которой у тебя должна звучать, перед настроением «Намача» нет? Я не еду в автобусе в наушниках, я стараюсь как-то в себе сконцентрироваться. Вернемся к споту. Антон, у нас прекрасная фамилия неизвестная, интересуется. Выделите, пожалуйста, несколько основных игровых и моральных качеств, которые, по вашему мнению, должны обладать защитниками. Ну, вот, если такой вообще, ну, как считаю, допустим, там, в «Радаре» это всегда свои особенные люди, у них свой мир, свое мировоззрение. Здесь, вот, видимо, про защитника. Да, про нас, про каждого можно сказать, что не должны чем-то обладать. У каждого игрока свои слабые и сильные стороны. Для защитника, да, мне кажется, не только для защитника, но все-таки это умение в любой ситуации держать себя в руках и контролировать свои эмоции, и чтобы не происходило на льду, стараться делать свою работу и идти к победе. Вопрос, видимо, в далекую перспективу, и не факт, что об этом задумывался. Данил Ансупов интересуется, что вы будете делать после хоккея, может, в старости, есть ли чем-то, чем вы хотите заниматься в планах на будущее? Хотелось бы, конечно, в хоккей, поиграть подольше, если здоровье позволит. Вот. После желаний много, и я много в чем себя вижу. Для начала, конечно, поеду на рыбалку и отдохну нормально. Буду спутить хорошо, на природе побуду, а потом, не знаю, что. Может быть, что-то связанное с автомобилем, мне это нравится и привлекает. Рыбалка – это такое хобби, или это то, чем хотелось бы как раз заниматься, когда, наконец-то, это свободное время будет? Нет. Ну, дай бог, чтобы, конечно, я так играл хорошо в хоккей, чтобы потом мог просто заниматься рыбалкой. Но все равно, наверное, захочется работать, что-то делать. Поэтому, наверное, все-таки рыбалка больше как отдых. Ну вот, вернемся опять к хоккейным тематическим вопросам. Анастасия Пикалова интересуется, что больше нравится тебе непосредственно с точки зрения зрелищности или как техники хоккейной буллиты или овертайм? Или большинство? Реализация большинства численных? В последнее время у нас убивание численных университетов происходит очень часто почему-то. Не знаю, почему так к нам и судьи относятся очень строго. По буллитам больше здесь, наверное, выходит как нервное состояние каждого игрока внутреннее. Это нужно со своими эмоциями сообладать. И это один на один вратарий игрок, который бьет буллит. Что там у нас еще? Предложения какие-либо? Большинство. Ну, а Анастасия говорит о том, что в новом сезоне как бы буллит все реже можем увидеть, а, видимо, Анастасия как раз фанатка. Ну, вот в ЛХЛ, например, 3 на 3, по-моему, да, в Ио? Выкатаем, да. Я думаю, болельщикам понравится такая игра, потому что на тренировках, когда 3 на 3 играем, очень много голевых моментов, опасных. И все-таки игра такая динамичная, и шансов решить исход игры в овертайме становится гораздо больше. Если нас смотрят журналисты, они могут смело брать цитату. Антон Белов за то, чтобы были овертайме 3 на 3 в КХЛ. Я думаю, какой-нибудь ОКХЛ обязательно что-нибудь такое выцепить. Ну и отлично. Дадим пищу для цитат и новостей дополнительных. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Лайв. Заходите на vk.com.chl. Наши дружественные ресурсы. Продолжаем. Алина Морозова спрашивает. Антон, некоторые специалисты называют вас ярко выжиженным защитником атакующего плана, отмечая при этом, что постоянное подключение в атаку зачастую будет во вред оборонительным действием. Действием. Ваше отношение к таким словам? Ошибаюсь определенно. Я защитник больше оборонительного плана с редкими, но меткими подключениями на атаку. То есть будет так. Красивое уточнение. Вот тут Наталья интересуется, и сразу после ее вопроса даже интересно стало, действительно ли это так. При каких обстоятельствах появилась примета на удачу уходить последним со скатки? Реально у тебя есть такая примета? Есть. И не только со скатки, я стараюсь последним через девалку уходить. Откуда пошла, не помню, но мне так нравится. У нас на игру Ильякова не посоветует, а в основном везде со льда я, и второй и третий период тоже я. Откуда пошло, не вспомню, не скажу. Опять же, наверное, это как-то помогает мне сконцентрироваться в себе. Стас Цесневич интересуется, я так понимаю, его связан с путешествием Кубка Гагарина. И вот он спрашивает, какие впечатления остались от Омска и Любина. Да, вот он еще фотографию прислал. Фотографию, да, здесь мы сейчас не сможем показать, но там Антон как раз с ребятами. Самые позитивные впечатления и, в принципе, задачи, которые я перед собой ставил, я считаю, она была выполнена. Это популяция хоккея, в первую очередь, в своих группах в Омскую область, в Любинский район. Это поселок городского типа Любина. ПГТ. ПГТ, да. У нас там просто по линии супруги живут, и очень здорово приняли, было много людей. И самое основное для меня, что было очень много детей. И я повторюсь, что если после таких встреч хоть несколько человек придут и запишутся в хоккейную секцию, и вместо того, чтобы где-то на улице время проводить, нет, наша задача будет выполнена. То есть там такая настоящая, здоровая, позитивная ажиотажа? Очень много людей было, и я часа три на диспорт провел там на сцене, и расписывался, фотографировался, никому не отказал до последнего клиента. Прекрасно. Мы вернемся прямо сейчас в режим лайф, там у нас поступают, продолжают вопросы. Спасибо всем тем, кто поддерживает в этот момент. Егор Крюков интересуется. Скажи, Антон, ты своего ребенка пойдешь в хоккей? На данный момент дочка у нас только. Наверное, дочку не повезу. Вчера вот водили на художественную гимнастику. А сына я подумаю, но определенно это должно от ребенка исходить. И я, насколько себя помню, я высказывал жесткое желание, чтобы меня отдали именно в хоккей. Поэтому если ребенок не хочет и чем-то заниматься, я думаю, заставлять через силу. У нас были, кстати, подобные вопросы, их было тоже много. Раз уж ты это озвучил, как это произошло? Ты где-то увидел и понял, что хочешь заниматься хоккеем, пришел, стукнул по столу и сказал, я хочу в хоккей. Мы с отцом ходили на птичатр, на домашние всегда, и я хотел, чтобы меня отдали в хоккей. Но как-то так все это, долгий путь был в хоккейной площадке. Сначала меня отдали в карибскую борьбу, потом в большой теннис. И вот то, что секция большого тенниса находилась в том же здании, где трактор тренируется. Тренировался раньше, это юбис, дворец спорта в Челябинске. Наверное, сыграло большую роль, потому что после тренировок по теннису в большом я хотел все равно смотреть хоккейные тренировки. И в конце концов уговорил, и родители меня отдали. Но сначала дворовую секцию, может быть какая-то надежда была, может быть вдруг мне не понравится и так далее. Потому что все-таки, я думаю, переживали, что это сильно романтичный вид спорта. Ну и опять же, был подобный вопрос, и ты об этом участие упомянул. Спрашивали у тебя, девушка интересовалась, я так предполагаю, возможно, сама играет. Как ты относишься к женскому хоккейу, как к виду свою? Достаточно популярный вопрос, последний. Тем более, я хочу заранее напомнить, что в этом сезоне кандидатная хоккейная лига взяла под свою, так сказать, эгиду женский чемпионат России. Ну и не только, я думаю, поэтому. Все-таки СКА, который год уже ведет такой проект, как первое звено. Это жены хоккеистов тренируются весь год. И в конце у нас в прошлом году состоялся матч с руководством и с женами супруга у меня занимается с удовольствием. Все-таки она у меня такая легкая на подъем, и за что берется, старается освоить это достаточно так хорошо, чтобы все у меня получалось. Если нравится, ради бога, но главное, чтобы девушки и женщины не забывали про свое главное предназначение. Это хранить домашний очаг, кормить мужа и детей, прекрасно выглядеть. Ну вот ты сейчас политаритно так ушел от ответа на прямой вопрос. Я имею в виду, что сейчас ты рассуждаешь с точки зрения шоу, когда жены участвуют, красивые мероприятия, интерактивные. Все-таки как к спорту. То есть те девочки, которые занимаются с ранних лет, допустим, на женских хоккей. Женская сборная на Олимпиаде у нас тут в Сочи неплохо выступила. В любом случае они молодцы, тем более сейчас это выходит в более профессиональный уровень. Опять политаритно, да? Очень политаритно. Хорошо. Никого, вроде бы, не оменили. И ответил вопрос. Светлана К. задает вопрос, который как раз касается твоих дней. Она пишет нам о том, что знаем, что у вашей жены Елены есть свой бойцовский клуб. Часто ли вы посетитель и вызываете ли жену на бой или опасаетесь теперь? Дома у нас все спокойно, слава богу. Бьют меня. Действительно, Елена Олеговна открыла в июне клуб. Это давняя мечта была. Клуб такой, очень нового формата. Пора уже. Для меня это в новинку, потому что я никогда не интересовался никакими бойцовскими искусствами. Прямо как в Бортково. Да, Елена занимается с 14 лет тайским боксом. И вот я же говорю, у нее давняя мечта была открыть свой клуб. И сейчас я увидел, сколько людей идет и заинтересованы этим. И, в принципе, сейчас здорово прожили. Это такая популяризация. Популяризация. Народ с улицы ходит. И, в принципе, я рад, что у нее получается. То, что она задумала. Я прецизировал, чтобы сказать, если можно, так сказать, проходил, тренировался, в велосипед ходил, крутил, в сауну. Именно по крайней мере, в какую дисциплину конкретную не пошел. Без фулл контакта, так сказать, пока что. Я чисто в тренажерный запчик. Понятно. Вернемся к спортивным вопросам, которые у нас, опять-таки, в режиме лайф поступают. Семен Кисляков, в частности, интересуется. Кубок мира в 2016. Чего ожидаете от этого турнира? Это далеко идущий, конечно, вопрос, но... Очень далеко идущий, и хорошей игры от всех сборников, наверное. Даст Бог попасть туда, потому что это своеобразная такая хоккейная олимпиада будет. Надо отмазываться за Сочи. Ну что ж, посмотрим. Опять же, Семен спрашивает, но на самом деле подобных вопросов тоже было много. Что для тебя важнее, Кубок Гагарина или победа на чемпионате мира? Был такой вопрос сразу после победы в Кубке Гагарина. Престижнее, конечно, это выступать за свою страну и выиграть чемпионат мира. И всегда, в принципе, представлять свою страну на международной арене. Это для меня будет более престижно. По сложности, конечно, Кубок Гагарина – это такой добрый, длинный турнир. Если чемпионат мира – это две недели отпаха от работы, выиграл, ушел. Все-таки тут целый сезон и длинный плей-офф, больше физических затрат. Владимир Шабанов интересуется. Доброго времени суток, очень много разных вопросов было задано, тяжело не повториться, но я попробую. Скажите, кто самый физически сильный игрок в команде Sky, не считая Женя Артюхина? И насколько именно физика влияет на успешность вступления в КХЛ? Спасибо, удачи вам. Спасибо за вопрос. Пони Короски – определенная тоже та еще машина. Пони Экспресс? Пони Экспресс, да. И Лёх – очень физически одаренный молодой человек. Помогает или не помогает? У каждого все-таки свой стиль игры, и что Лёх, что Женя, наверное, они играли в МХЛ, и именно это им там больше помогало, чем здесь, потому что здесь и площадки больше, и контакта меньше, но все равно у каждого, наверное, все-таки от его физических кондиций получается свой такой определенный стиль игры. Вопрос мотивационного характера Ольга Желякина интересуется. Антон говорит, каково ли у вас в детстве желание бросить спорт? Если да, то что вас заставляло или останавливало, или кто, может быть, заставлял снова все равно идти на тренировку? Может быть, это связано с какими-то поражениями, да, когда хочется все бросить? Наверное, основная проблема в детстве – это когда ты начинаешь понимать, что у тебя школа-тренировка, школа-тренировка, сон, школа-тренировка и сон, и ничего больше другого нет. И детство у тебя так выплывает, 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 и ты начинаешь думать, может, сейчас куда-то в двор сходить, может, там, сегодня утром поспать подольше, на тренировку не пойти. Но такие мысли отцом быстро пресекались. Ремнем? Нет, ремня не было. Был по другим случаям, в этом отношении не было. Но все-таки он мне показывал и рассказывал, чего можно добиться хорошей работы. И все-таки понимание того, что станет основным делом моей жизни, вовремя пришло и заставило меня работать. Еще раз повторюсь. Родители, внимательно слушайте эти слова. К актуальным вопросам перейдем. Данил Бутусин интересуется, если Войнова все же приобретет СКА, хотели бы вы, чтобы он играл в вашем звене? Конечно, давайте Войнов, Чудинов и Белов втроем в защите и двоих на подачу вместе. В принципе, нормально. А так, если и без шуток, то это будет очень серьезное усиление для нашей команды, если все состоится. Тем более, мы сейчас так и шатками валкой играем, много работаем, чтобы вернуться в прошлогодний результат. У нас достаточно большое количество вопросов было от армии болельщиков из города Омска, помимо того, которое мы уже задали. Грязные были какие-то? Нет, мы их как-то шлифовали. Но вообще из Омска надо отдать должное, ребята очень были корректные. Омске шикарные болельщики. Шикарные болельщики и то, что сейчас мы видим даже в рамках того, что происходит в социальной сети ВКонтакте. Это популярная тоже группа хоккейного авангарда. Респект им и уважуха, как говорится. А вопрос, собственно, такой был. Собираетесь ли вы когда-нибудь возвращаться в Омск и поддержите ли вы отношения с игроками авангарда? С кем вы играете в авангарду? Со многими, с кем играл, поддерживаю. Фамилию назвать не буду, чтобы никого не обидеть. По возвращению в Омск. Каждый лет возвращаюсь в Омск. В отпуске там нахожусь, отдыхаю. По поводу дальнейших игровых планов и загадывания. Политкарит? Как всегда. Ну, я так, извиняюсь, не скандалов, не расследователь. Это для другого издания. Мы сейчас все-таки ВКонтакте, это позитивная социальная сеть. Вернемся к актуальному тому, что происходит. Приходит к нам прямо сейчас в режиме лайф. Макс Гусев интересуется. Макс, что делать? Нет, пока что Макс Гусев. Может быть, это собирательный образ вместе с Никитой Гусевым. Антон, в Ледовый часто приходят футболисты «Зенита» поболели на наш Питерский СКА. Находил ли ты на матч «Зенита»? Сценно, признаюсь, нет, ни разу не было. И не являюсь, в принципе, похлонником футбола. Если смотрю, то какие-то, может быть, международные. Конечно, сборную смотрю. А так, чтобы за какой-то клуб болеть, у меня нет такого. Хотя у нас многие ребята в Наранде очень так пристально следят за английской либой. Я знаю. Но это как-то не трогает меня пока. Да, абсолютно прохладен. Вообще. Эд Костин спрашивает. Помню твою драку с Яшиным в начале твоей карьеры. Было ли это вызвано желанием пропиариться? Конечно. Огонь. Я такой был после этого. Вот я говорил про эмоции в начале нашего интервью онлайна. Тогда, наверное, эмоции преобладали все-таки. Потому что он был молодой, горячий. Но определенной какой-то задачи избить Яшина у меня не было. Но это все произошло, потому что были такие, как сказать, моменты не самые приятные во время этой игры со стороны Алексея. Но я не стал терпеть. Но это лед. И мы всегда вышли. И сейчас при встрече он очень часто в аренка на игры ходит. Жмем другу руки. Надеюсь, он званый меня не держит. Ну, раз жмете руки, наверное, все нормально. Может быть, он даже уже и не помнит. С исключением Эду Костина. Да. Много вопросов было про НХЛ. Мы их собрали воедино. Получилось следующим образом. Расскажите, как работал с тренером Икинсом в Эдмонтоне? Чего ему не хватало для того, чтобы вывести команду на новый уровень? Или тогда дело было вообще не в трене? Это первая часть. И вторая часть вопроса. Следите ли вы вообще за вашим бывшим клубом? Как он выступает? И спрашивает, что можете пожелать Никите Никитину и Наиле Якупову в новом сезоне НХЛ? Слежу очень пристально. Вчера Наиля поздравлял с днем рождения. Знаю, что Никиту отправили в фангруппу, к сожалению. Но это все-таки в хоккее, это случается. И я уверен, что Никита слово покажет и еще вернется в основную команду. Просто так, наверное, сложились обстоятельства. Ребятам могу пожелать только удачи. И что это самое главное – здоровье, без травм. Наиле, я думаю, он с новым тренером работает. И тренер видит его в основные сильные стороны и будет их использовать. По поводу того, как работал с Сикинсом. Нормально работалось. Даже во время чемпионата мира последнего в Чехии после игры с американцами мы с ним обменялись несколькими смс-ками. Я, когда вернулся, сказал, что, наверное, это не мой тренер. Может быть, я был бы не прав. Может быть, перегнул палку, наверное. Не факт, не знаю. Но там, в принципе, не самый удачный сезон был. Команды и прошлый год тоже самое. И до этого 6 лет тоже самое. Стабильность. Даллас – молодой тренер. И это был тот первый год. Ребятам нужно больше помогать. Я думаю, что Соло, он обязательно вернется к главным тренером команды НХЛ. У него обязательно все получится. Перейдем опять на Америку. Опять же, вопрос такого плана, который, в общем-то, отчасти заключает в себе и ответ. Любите ли вы путешествовать в России? И какое место есть в нашей стране, любимое, если такое есть? Это опять вопрос с подковыркой. Назовешь одно, обидятся другие. Подумай, прежде чем ответить. Самое красивое место в России – Питер. Определенно. Потом, самые любимые поездки – это туда, где есть родственники. Келябинск и Улбск. Так, наверное. Нормально. А вообще, путешествия, насколько переходят по работе, так сказать, путешествуют, как сильно они выматывают и утомляют. Либо ты наоборот, тебе нравится там самолетов читать. Как раз в этот момент. В самолетах я всегда сплю и скуплюсь вперед. Это нормальная ситуация для меня. Очень сложная поездка была на Дальний Восток сейчас, когда Новосибирск, Новокузнецк, Хабаровск, Владивосток. Туда еще летишь более-менее с посадками в каждом городе, играешь, там на северный день летаешь, а обратно с Владивостока летели с посадкой на дозаправку в Новосибирске. То есть, получается, с самого правого конца страны, с самого вверх налево. Это было ужасно, просто. Очень сложная поездка. И иностранцы наши просто вешаются, когда они 12 часов летят в самолете, выходят, они говорят, мы что, до сих пор в России? Мы, Дарья, мы еще здесь. Вот, как-то так. Ну и, соответственно, в предложении этой тематики Дарья Ломова интересуется, что бы вы выбрали, активный отдых в горах или спокойный на пляже? Второе. Сто процентов. Я такой в отпуске, я такой старый дед. Не трогайте меня, я здесь полежу, отдохну. Принесите, пожалуйста, безалкогольный мохит. Примерно. Очень много представителей женской половины болельщиц, короче, просто болельщиц в хоккейном клубоска, интересуются такой личной жизнью. Нет, это максимально осторожный вопрос. Анна спрашивает, расскажите, пожалуйста, вашу историю знакомства с супругой. Я думаю, ничего нового. Такая современная история знакомства. Ну, ВКонтакте же сейчас. ВКонтакте еще. В какой-то популярной сети. В какой-то популярной сети. В какой-то другой, менее популярной сети. Не буду называть ее. Да. Где-то там. Когда еще у меня были где-то странички. На данный момент никаких страниц нигде у меня нет. Слава богу. В принципе, познакомились. И Елена тогда была поддельцем ночного клуба и пригласила меня в выходной день на вечеринку. Я пришел и с того, в принципе, все наши опрошения развиваются. В общем, знакомьтесь через социальные сети. У меня очень много знакомых сейчас, которые знакомы через социальные сети и живут счастливо в браке. Это 21-й век. Я думаю. Да? Да. Черт. Надо попробовать так же. Это у меня как-то не получается. Тут такой вопрос. Я заранее предупреждаю, что нас наверняка смотрят дети. Поэтому как-то там сформулирую, как мы корректнее. Люда Калинчук интересуется. Шикарный вопрос. Я просто. Какие мысли и слова возникают, кроме ругательных, в голове, когда в самый ответственный момент ломается кружка? Черт побери. Из бриллиантовой... Не ругательных. Черт побери. Костя Юдинцев интересуется. Как думаете, растет ли организаторский уровень КХЛ, уровень игроков, команд в целом? Это серьезный вопрос, пожалуйста. Растет. Стараются, слава Богу, брать что-то хорошее с НХЛ. Потому что, насколько мне известно, мы стремимся догнать и перегнать эту лигу. Видно, как растет уровень организации матчей во всех городах. И ни для кого не новость, что Питер в этом плане впереди планеты всей. Есть чему учиться. Я всем своим знакомым и родственникам, кто никогда не был в Питере на хоккей, говорю, сходите и вы поймете, как должно быть. Пока, на твой взгляд, это вот прямо эталон у нас по организаторскому уровню. Кейнг Матча. Отлично. Остается у нас немного времени, поэтому мы завершим, наверное, лирическими вопросами. Тут несколько наборок. Они такие жизнеутверждающие, позитивные и веселые. Вера Григорьева интересуется. Понарин хотел купить магнитолу для Волги 3110 и быть крутым пацаном. Каковы были ваши мечты? Было что-то такое дурацкое, скажем так? Это когда он в прошлом году хотел купить? Или когда молодыми мы были. Так-то в детстве у всех, наверное, были какие-то такие приземленные желания. Новые футбольные, у кого родители там чуть по-отвечней, там много какая-то приставка, Дэнди, Сега, там еще что-то такое, или хотя бы картридж там, новые игры. Наверное, в детстве я помню, для меня вот оценки хорошие. Я Ишкова приносил, мне в конце каждой четверти считали пятерки, четверки и более низкие оценки. И вот если положительных оценок было больше, то папа покупал нам с братом картриджный ягер в хоккей. Такие вот условия были. Какая у тебя была пресса? Какая-то китайская, даже название не помню, но неизвестная. Очень интересуется, у нас подключились более активно, видимо, как раз-таки болельщицы. И Маша Хохонина интересуется. Расскажите про эту уроку, если это не секрет, и если уж можно, то показать, может быть, в кадр. И где она? Это... Что это? Достаточно, все увидели. Лично достаточно, это память о моем отце. И татуировка у меня есть на спине, крылья большие. Показывать не буду. Крылья символизируют что-то, наверняка. Для меня там есть такие слова поддержки, так сказать, которые мне помогают идти по жизни. Павел Ермолаев спрашивает, что в одном из своих интервью для нашей клубной программки, не успею мы посмотреть, кто есть Павел Ермолаев, но, в общем, вы говорили, что молодость очень интересовалась техникой и компьютерами. Смогли бы сейчас собрать готовый компьютер из купленных комплектующих и вообще следить ли за новинками в сфере компьютерного железа? Ну, в последнее время я больше такой поклонник яблочной компании Apple. И у них там все как-то закрыто очень сложно. Разобрать? Разобрать-то собрать могу, конечно, но по Windows сейчас у меня такие более низкие познания. Хотя раньше, наверное, для меня бы это не составило. То есть прям действительно увлекался этим? Да. Сейчас очень популярна тематика у болельщиков по поводу запуска нового канала Матч ТВ. Будешь ли ты его смотреть? И второй вопрос в предложении. Есть ли у тебя какой-то любимый комментатор, который ты любишь слушать? Не знаю, может быть, ты даже не обязательно хоккей. Может, ребятам слушаешь, в трансляциях не следишь. Вот такой ответ сразу на оба вопроса будет. Я телек вообще не смотрю. Но про Матч ТВ слышал и сейчас, когда были в Москве, не знаю, минуты рассказать нет. А что там? Что были? А, наверное, можно. У нас вообще нет цензуры. Давай об этом. Илья Ковальчук, Вадим Шипачев и я, и несколько ребят из ЦСКА ездили, снимали рекламные ролики как раз для Матч ТВ. Мне очень понравился процесс. Все очень профессионально было организовано. Надеюсь, в принципе, канал будет организован на таком же профессиональном уровне. Ну, я думаю, бэкстейдж не является секретом. Что вы там делали? Какие-то удары изображали? Ну, профессионалы, игровые моменты. И у нас несколько роликов были в форуме, в форуме сборной России. Ну, которые, видимо, только разрабатывают или хотят где-то представить. Обладаю, так сказать, таким VIP-контентом, но не могу поделиться ни с кем, сказали, никому не показывать. Хорошо, будем ждать официальной премьеры. И под занавес нашего прекрасного общения... Нет, ну, если Life News там денег нормально предложит, может быть, какой-то слив произойдет. Хорошо. Или плохо, не знаю. Лирика. Лирика, но не могу задать вопрос, потому что это уже фигурировало, и мы поняли, что людям это, видимо, нравится, и люди этим интересуются. Вот Саша Н. интересуется, как отрастить такую же классную бороду, как была у вас в плей-офф. Практические советы для мужчин? Растить, не бриться с ноября. В принципе, основной, наверное, это способ. А вообще, самый главный способ дойти до финала и выиграть кубок Гагарина. Борода будет шикарно. Это вот такой способ для избранного, я понимаю. А, ну, конечно же, опять же, было много вопросов. Я даже не знаю, как ты на этот вопрос ответишь, и сможешь ли на него ответить. Вопрос был такого плана. Сможет ли СКА завоевать кубок Гагарина в сезоне 2015-2016? Подумай, прежде чем ответить. Это вот этот сезон. Я просто долго цифры засобирал. Мы будем стараться. Да, сейчас не очень хорошие результаты, но это есть чем объяснить, наверное, позднее кончание того сезона. Ранним началом этого. Ранним началом этого определенного. И смена нескольких игроков тренерского штаба быстро. Хорошую семью, у нас обязательно все получится. Вот предлагаю на этой красивой лирической ноте и завершить наше сегодняшнее общение. Это был проект КХЛ Онлайн. Хочу сказать спасибо Кену Улбиска, компании ВКонтакте, и, конечно же, Антону Белову за то, что сегодня пришел, побывал с нами, ответил на ваши вопросы. Конечно же, мы не смогли физически ответить на все вопросы, но спасибо всем тем, кто комментировал, задавал вопросы, сажал кнопочку лайк, репост и вот это все прочее. Под занавес нашего общения хочу сказать, что все то, что мы сегодня наговорили, у нас будет запись этого общения, и Антон выберет один-два вопроса, которые ему наиболее понравились, и покажи, пожалуйста, что мы подарим этим людям. Вот фирменная атрибутика, шарф хоккейного клуба СКА, получит один из болельщиков, кого Антон отметит и оставит свой памятный автограф. Я еще вопросы перечитаю, но я уже по ходу отметил один, сейчас не вспомню, но мы обязательно выберем. Мы всех найдем, выберем и потом уже отправим вам эти призы. И самый последний заключительный штришок Марина Ширякова просит. Антон, у вас всегда такое серьезное лицо. Улыбнитесь, пожалуйста, вот прямо сейчас. Спасибо.